Александр Лукашенко назначил нового начальника госинспекции охраны животного и растительного мира. Структуру возглавил Юрий Тертель. Ранее он занимал должность командира войсковой части 1250. На ее территории базируется отдельная служба активных мероприятий или так называемый пограничный спецназ. Главной задачей нового руководителя Александр Лукашенко назвал охрану и сохранение природного богатства страны. Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Вот я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, государственная инспекция не скажет, что она гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная. Это инспекция при президенте. И я ее создавал лично, это была моя инициатива создать эту инспекцию на базе определенных структур, чтобы не платить с бюджета лишние деньги и не платить людей в погонах лишних. У нас богатство одно – это природа. Вот Господь нас наделил прекрасной природой. Основой этой природы является растительный и животный мир. Поэтому нам, людям, живущим на этой земле, Господь подарил эту природу. Но этот дар, знаете, не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Его надо сохранить и ликвидировать. Юрий Тертель должен также навести порядок в инспекции. В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа, некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Но если начальник браконьер, против браконьеров бороться не сможет система. Если президент коррумпированный, никогда не будет борьбы с коррупцией в стране. Точно так и здесь. Поэтому я вынужден был отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции. И поручил найти человека жесткого, дисциплинированного, военного человека. Их было десятки. Выбор пал на вас. Ваша задача – прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира. Вы непосредственно человек президента. Это при президенте инспекции. Таких у нас, в общем-то, и структур раз-два и обшелся, а, может быть, и вообще нет. Вот при президенте такой структуры практически нет. И эта структура получила в свое распоряжение оружие. То есть это военизированное подразделение. Поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Основной проблемой, которая на сегодняшний день существует в инспекции, это кадровые проблемы. Наверное, как обозначен глава государства, втягивание самих инспекторов в противоправную деятельность, связанную с предохранной деятельностью. Здесь надо разобраться, посмотреть, кто на сегодняшний день находится, чем занимаются, насколько они действительно соответствуют тем моментам или тем задачам, которые выполняет инспекция. В структуру ведомства входят 6 областных и 38 межрайонных инспекций. Под их контролем вся территория страны. Инспекторы следят за исполнением законов по охране и использованию земель, а также животного и растительного мира.